Бермудский треугольник был одной из загадок предыдущих поколений. Это старое вулканическое место. Внизу находятся шпили, вроде небольших вершин. Это также происходит на побережье Италии. Итак, Бермудский треугольник, который был одной из загадок для предыдущих поколений, больше ею не является. Сейчас корабли больше не тонут в Бермудском треугольнике. Это место сложное для навигации. Есть один документальный фильм, в котором говорится о сложности навигации в проливе Босфор. Пролив между двумя частями Стамбула в Турции называется Босфор. Это сложное для навигации место. Сейчас там восемь радиолокационных станций, которые помогают кораблям пройти этот пролив. Ранее многие корабли врезались то в одно, то в другое. Сейчас же эти восемь радиолокационных станций проводят их через пролив, потому что это довольно сложный участок. Это все равно, что если на каком-то дорожном повороте будут происходить аварии, то люди немедленно начнут говорить, что там водителей поджидает какой-то призрак, который устраивает аварии, собирая больше призраков. При городе Майсура по дороге в Пангалор есть район Кенгери. Каждый месяц на этом углу погибали как минимум 3-5 человек. Это просто дорога с подъемом. Вот такая подъем, крутой поворот, а внизу железнодорожные пути. Вот такой резкий поворот, а дальше она идет так. Люди каждый день попадают в этот квет. Там знаки, опасно, сложный участок. Читая это, они думают, что только они могут стать причиной аварии. Даже не знаю, сколько, наверное, сотни человек погибли на этом повороте. Он был знаменит этим. Я установил личный рекорд, проехав от Майсуры до Бангалора за 1 час 34 минуты на своем мотоцикле. А тогда дороги были не такие, как сегодня. Однажды я ехал и попытался войти в этот поворот на полной скорости. Я почти улетел в кювет. Я остановился, вернулся назад и посмотрел, что там. Вроде простая вещь. Но эта чертова дорога настолько обманчива. Кажется, что это резкий подъем. Так что вы всегда выжимаете газ намного больше, чем на самом деле необходимо. И когда дорога поворачивает вот так, она должна была быть сделана таким образом. Но она сделана вот так. Это настолько обманчиво. И это не что-то из ряда вон выходящее. Но это конкретная дорога из-за того, что там вокруг. Деревья, железнодорожные пути, склон, в какую сторону наклонена дорога, все это вместе создает определенный визуальный образ. В тот день я чуть не улетел с дороги. Я потратил полчаса, ходя по этой дороге вверх и вниз, пытаясь понять, из-за чего я потерял контроль. И я разобрался в том, что там происходит. Сегодня они проложили там шоссе и убрали этот поворот, выпрямили его. Никто больше не умирает в Кингире. Призраки ушли. То же самое и с Бермудским треугольником. Это просто сложное для навигации место. Потому что это старое место вулканической активности. Там под водой скрыты шпили, вроде небольших вершин под волнами. Чтобы проложить там курс, надо о них знать. Это происходит рядом с Итальянским побережьем тоже. Потому что некоторые места сложны для навигации, и их нужно преодолеть. И чтобы их преодолеть, нужен определенный навык. Сегодня все эти проблемы резко снизились. Никто больше не исчезает в Бермудском треугольнике, потому что каждый корабль оснащен разными гаджетами, которые все показывают. Есть сонары, есть радары, есть радиовысотомеры и все остальное, что показывает миллион разных параметров. Так что корабли больше не терпят крушения. Когда капитаны кораблей оказывались в таких ситуациях, полагаясь только на свои визуальные и сенсорные способности, тогда были все шансы на крушение. Так что люди всегда ищут любопытные сюжеты. Нельзя сказать, что это плохо. Потому что все эти люди начинают... Как бы сказать... Начинают открывать для себя мистицизм. И поскольку они не могут разобраться, как это сделать, они что-то придумали. Вместо того, чтобы открыть что-то, они что-то придумали сами. Так что ничего не изобретайте. Важно, чтобы вы исследовали, открывали. Открытие означает, что речь идет об истине. Выдумка означает, что вы сами создали это. Не придумывайте ничего. Важно открыть двери в мироздание, а не воображать, что да. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.